Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И сейчас в левых руках мы знаем, опять же, очень модно работать без дисциплины. Находится блогер, находится группа поддержки, и эти товарищи начинают там что-то делать без какого-то плана, просто считают, что так и надо. Разве может вокруг такой группы сформироваться какое-то ядро, даже если мы представим, что наступит подъем? Мы знаем, что подъем будет. Подъем необходимо свершиться. И к этому подъему мы должны быть готовы. Это как раз и есть та самая смычка коммунистов с массами. Это и есть та самая смычка. Мы не знаем, когда произойдет подъем. Через год или через большее количество лет. Но мы должны быть к этому готовы. Мы должны дисциплинированно прямо сейчас готовиться к этому подъему. И формировать те структуры, которые этому подъему понадобятся. Будет большой бедой, будет большой ошибкой, если к нужному моменту, когда подъем рабочего класса наметится, у нас не будет нужных редакций, сработавшихся коллективов. У нас не будет людей, которые каждый из нас должен вдруг выйти к рабочим, которые вчера еще сидели и смотрели телевизор и не пытались ничего сделать, а сегодня уже готовы выступать за свои экономические, политические права. Каждый из нас в такой момент должен быть готов к такому выступлению. Причем грамотно нужно выступить так, чтобы люди пошли за нами. Вот к чему мы должны сейчас готовиться. Разве может к этому подготовиться группа блогеров? Я считаю, что нет. Нужно партию формировать уже сейчас. Мы сейчас не являемся массовой партией, но мы должны становиться массовой партией. И в нужный момент мы должны впитать в себя необходимое количество товарищей, которые сейчас, может быть, еще не проснулись, но проснутся через некоторое время. Сейчас мы должны выцеплять, вытаскивать из этой массы людей, которые уже проснулись. И мы должны привлекать их к себе. Не к блогерам, чтобы они выходили, а к себе. Там, где этот раз есть дисциплина. И важность дисциплины, конечно, переоценить невозможно. Что еще нам... Какие советы дал нам еще Ленин? Нужно научиться ставить вопросы будущей революции в нашей прессе уже сейчас. То есть мы должны не просто реагировать на какие-то новости. Мы должны понимать, что интересует трудящихся прямо сейчас. Что будет интересовать трудящихся в ближайшем будущем. Какие вопросы встанут на повестке дня в будущей революции. Необходимо поддерживать все попытки паралитарията объединяться. Это опять говорит на Ленин. Что значит объединяться? Паралитарии всех стран. Объединяйтесь, соединяйтесь. Это не какой-то абстрактный лозунг. Это лозунг каждого конкретного момента. Люди работают на одном предприятии, на другом предприятии. Мы должны помочь им вместе соединиться. Уже сейчас должны учиться помогать. И очень важная мысль. Надо учиться правильному отступлению для того, чтобы научиться наступать. Вот сейчас с наступлением мы принимаем условия отсутствия подъема. Очень сложно. Но грамотное отступление, грамотная концентрация сил в нужных точках, даже в условиях отсутствия подъема, вот что мы сейчас должны с вами усвоить. Критикой много буржуазных демократов Ленин пишет, что они не просто отрицали марксизм, но и не хотели или не могли понять необходимую строгого объективного учета классовых сил и их взаимоотношения перед всяким политическим действием. Вот сейчас это как, это всегда актуально. И сейчас это актуально в очень большой степени. Мы знаем, что, например, Босния, ППСС и другие компартии 70-80-х годов прошлого века забыли про классовые анализы, про учет сил, про их взаимоотношения. И это привело партии целой народной катастрофе. Некоторые современники наши любят в браслых лозунге полностью оторваны от всякого объективного учета классовых сил. А давайте мы прямо сейчас организуем какой-то подъем или что-то еще. Они не учитывают, не любят, не умеют. И просто отвергают эту мысль Ленина, что нужно всегда учитывать это соотношение, объективное соотношение. Особое внимание Ленина уделил в своей книге возможности достижения компромиссов с политическими противниками. Что такое компромиссы? Ленин говорил, есть компромиссы. И компромиссы, что он имел в виду? В одних случаях мы вынуждены не единое соглашение с противниками, чтобы выжить и сохранить главное, отступить с минимальными потерями, иметь возможность перегруппировать силы. В других же случаях компромисс становится предательством. Так писал Владимир Ильич. Нужно уметь различать эти виды компромиссов. Этой тактикой компромиссов нужно владеть в совершенстве. И именно сейчас, пока мы слабые, за нами, коммунистами, нет широких масс. Тех самых железных батареонов, пролетариат, о которых мы пока можем, к сожалению, только говорить. Политическая борьба, неровный тротуар Невского проспекта. Вот эта мысль, она неусловлена современными левами, а мы, коммунисты от ГРП, должны эту мысль всегда держать в голове. Неровный тротуар. Не бывает такого, что дорога намечена, и все дальше безоблачно, по шагам мы придем к социализму. Об этом было ошибочно думать даже во времена СССР. А многие так, к сожалению, думали. А сейчас мы понимаем, что в каких-то сложных ситуациях нужно выбирать, может быть, из двух плохих вариантов. Выбирать тот вариант, который соответствует условиям созревания трудящихся, условиям созревания рабочего класса. А кто-то говорит, нет, мы должны отвергать все эти варианты, сами замкнутся в своей скорбупе и быть такими чистенькими, в белых перчаточках, коммунистами, революционерами. А вот когда произойдет революция, тогда-то уж мы выйдем и развернемся. Мы же понимаем, что это сектантская ошибка. Ленин как раз против таких догматиков и сектантов всегда выступал активно. И в этой книге он сосредоточил как раз вот эту критику. Что еще нам говорил Владимир Ильич? Нельзя создать универсальные правила на все времена. Также следует... Еще один важный вопрос, разбираемый Владимиром Ильичем. Следует ли революционерам работать в реакционных профсоюзах и вообще в массовых организациях реакционных, где на самом деле сосредоточены трудящиеся. Это опять же вопрос о сектантстве. Кто-то говорит, что мы должны создавать свои профсоюзы, где будем друг с другом всегда согласны. Мы все за социализм и за советскую власть. А массы будут находиться в других профсоюзах. Да, реакционных. И значит мы на эти массы не будем иметь никакого влияния. Это опять про наш сегодняшний день. Мы опять должны прислушиваться к совету Владимира Ильича и делать так, как он преподал 100 лет назад. Даже больше 100 лет назад он преподал и сейчас это остается крайне актуально. Мы можем и должны начать строить социализм не из фантастического и не из специально созданного человеческого материала, а из того, который оставлен нам в наследство капитализма. То есть это вот эти люди, которые прямо сейчас ходят за окном, не знают ничего про нашу партию, не задумываются о социализме. Вот эти самые люди, нам с ними нужно работать. Прямо сейчас работать, завтра работать. Когда подъем случится, придется работать. Многие сейчас еще не представляют даже, что им предстоит условие подъема, может быть, стать социалистами, активными коммунистами. Но прямо сейчас мы должны работать с этими людьми на будущее. Следующий непростой вопрос, разбираемый Лениным, следует ли участвовать в буржуазных парламентах. Опять же, мы часто слышим критику нашей партии, что буржуазные выборы, там все куплено, схвачено, зачем там участвовать, мы только создаем явку, а мы, коммунисты, должны игнорировать полностью этот процесс. Но опять же, мы понимаем, сейчас нет революционного подъема, он сейчас не показывает никаких признаков своего существования. Вот прямо сейчас предвыборная кампания, даже в таких условиях, как сложных, она может быть нам полезна. То есть люди начинают обращать внимание на политические программы, на политические лозунги. И почему бы мы в этом не участвовали? Кроме того, для чего коммунисты участвуют в выборах? Не для того, чтобы победить на выборах. Это мифическая, конечно, идея победить на выборах, а там дальше и социализм. Мы слышали, мы знаем, партии даже существуют целые, которые вот это ставят прямо как основная стратегия. Но мы так понимаем, если у коммуниста будет свой депутат или фракция, эти депутаты и эта фракция будет помогать рабочему движению, то это будет добавить рабочему движению, так скажем, еще несколько шансов. То есть выбор — это не основная цель, но это подспорье для рабочего движения, особенно в условиях спада. Мы же должны понимать, об этом писал Ленин. Дальше. Для революции недостаточно, чтобы эксплуатированные угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения. Для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь когда низы не хотят старого, и верхи не могут по-старому, лишь тогда революция может победить. Мы понимаем, что учиться пользоваться кризисом среди капиталистов — это тоже наука, это тоже искусство, это и в других работах Ленин об этом писал, что это искусство, которое нужно обладать. Мы должны пользоваться, уметь, когда нужно идти на обострение, когда нужно идти на сглаживание. Это все тактика борьбы, которую мы должны усвоить, прямо сейчас в наших условиях. Левый углом, про который писал Владимир Ильич, он опасен. В самых критических моментах зачастую смыкается с правым. Это актуально сейчас. Вот те левые, которые прямо революционные, с несколькими буквами, левые сейчас говорят, что они такие коммунисты, коммунисты, не идут ни на какие компромиссы, они на самом деле идейно, по ряду вопросов, причем самых актуальных, мы знаем, вот, например, вопрос с событиями на Украине, они смыкаются с крайне правыми, причем с теми правыми, которые представляют интересы не просто крупного капитала, а международного империалистического центра. Вот некоторые левые в своих действиях, в своей текущей тактике смыкаются с этим империалистическим центром. Мы должны это понимать, мы должны это видеть, мы должны и с ними, и с этими левыми работать, показывать на их ошибке. Это всегда актуально. Товарищи, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok